Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал Джимс Тонс. В Вене, во дворце Хофбург, хранятся уникальные исторические реликвии. Эти реликвии принадлежали Габсбургам и императорам Великой Римской империи. Давайте посмотрим на них сегодня. Сейчас дворец Хофбург представляет из себя резиденцию для президента Австрии. А вот в далеком средневековье он был зимней резиденцией австрийских королей. Итак, что же можно там увидеть, заглянув в этот дворец? Прежде всего там хранится корона Священной Римской империи. Удивительно, но в то время не умели наносить грани на камни, лишь шлифовали их до приемлемого уровня. И вместе с тем, качество драгоценных камней и их красота завораживает. Этому вполне есть четкое объяснение. При создании этой короны особое внимание было уделено именно камням. Мастер хотел добиться сияния камней и образа коронующейся особы. Поэтому камни были закреплены с обеих сторон без задней стенки. И таким образом лучше видна их прозрачность. Всего в корону было инкрустировано 144 драгоценных камня и жемчуг. Корона досталась Карлу Великому. И сейчас эта корона называется Корона Карла Великого. Императорские регалии называются имперские клееноды. Это атрибуты императорской власти Священной Римской империи. Корона уникальна и своей формой. Восемь золотых пластин образуют восьмиугольник, через который перекинут золотой свод. Золотой свод был не только заметной частью короны и неким дизайном. Главная его функция в том, что он являлся по сути фундаментом и держал весь каркас. 12 драгоценных камней на передней золотой пластине олицетворяют 12 апостолов, а на затылочной пластине 12 израильских колен Ветхого Завета. Среди драгоценных камней есть аметисты, хризолиты, сапфиры, рубины, изумруды и гранаты. Следующая реликвия, которая хранится здесь, это копье судьбы и церковный крест Лерикварий. Копье судьбы церковью признается как святая реликвия. Именно этим копьем дотрагивался до Иисуса Христа римский легионер, проверяя, жив Иисус или нет. Интересно, что наконечник копья был сделан в 7 веке, а проволока на конце копья в 1 веке, что, на мой взгляд, странно. Красотой драгоценных сапфиров и аметистов поражает церковный крест Лерикварий. Среди инкрустаций стоит отметить и природный жемчуг. Крест был изготовлен в начале 11 века, внутри креста имелся тайник. Корона Карла Великого не единственная корона, которая хранится в этом дворце. Есть и тут еще корона Рудольфа II и Австрийской империи. Корона Рудольфа II была изготовлена в начале 17 века. До этого времени всех короновали, используя только корону Карла Великого. Золотая корона выполнена в традиционном стиле. Украшена бархатом. Среди камней представлен жемчуг, бриллианты, рубины и сапфиры. Венчает корону великолепный сапфир василькового цвета. В центре короны рубиновая шпинель. Как известно, в то время не умели отличать шпинель от рубинов и турмалинов, поэтому во многих коронах инкрустированы шпинели. Например, корона Российской империи, либо корона Британской империи. Короне прилагается кронационный скипетр и держава. Верхняя часть скипетра ослепляет красотой роскошного сапфира. Здесь есть также уникальные исторические камни, которые хранятся и почитаются отдельно. Например, опал и аметист. Да, удивительно, но как и наши семь исторических камней Гахрана, здесь в Хофбурге не обошлось без уникальных камней. Вот, например, подвеска с аметистом и изумрудами. Также с благородным белым опалом. Аметист инкрустирован в каплевидную подвеску с изумрудной короной. Более точных сведений о весе камня и его происхождении мне найти не удалось. Белый благородный опал также не менее интересен. Этот камень инкрустирован также в золотую подвеску. С обеих сторон камень фиксирует две металлические полоски. Камень очень хрупок. Мы видим много трещинок. Надеюсь, что музею удастся сохранить подольше его в первозданном виде. И он не сможет раскрошиться. А вот то, что меня лично привело в полнейший восторг, это флакон для благовоний из изумруда. Точнее, флакон сделан из цельного колумбийского изумруда, вес которого составляет 2860 карат. Тогда это был самый крупный изумруд, который когда-либо был найден в мире. Предположительно, изумруд был приобретен для императора Рудольфа II. 12 тысяч гульденов получил только мастер-ювелир за свою работу. Можно лишь предполагать, сколько стоил тогда сам изумруд. Такой флакон с трудом помещается в двух руках. Только одна крышечка в диаметре 6 сантиметров. Это просто великолепная красота. Я так и представляю себе, как император Рудольф II немного приоткрывает такой флакончик, желая получить к ощущениям красоты для глаз еще дополнительно усладу для обоняния. А вам понравились реликвии Хофбурга? Благодарю, что досмотрели. Пишите ваши впечатления в комментариях, с удовольствием их почитаю. Хорошего вам настроения и успехов во всем. Давайте думать о прекрасном.